Доброе утро, уважаемые телезрители! Четверть часа. Утро, несмотря на не всегда приятное, а иногда даже и тягостные минуты пробуждения, всегда особенно ценено с людьми. Один утренний час стоит двух вечерних, так говорят в Англии. Мы же привыкли к тому, что утро вечера мудренее, и знаем, кто рано встает, тому Бог подает. А в Германии эта поговорка дословно звучит как «у утреннего времени золотую во рту». Такое сходство не случайно, ведь, несмотря на культурные различия, о многом люди мыслят очень похоже, и представления о счастье у нас примерно одинаковые. Вот, например, одна иностранка писала так. Счастье ни в деньгах, ни в роскошном дворце, богатства можно лишиться. В том счастье, что не отнимут ни люди, ни события. В вере, в духовной жизни, в самом себе. Сделай счастливыми ближних, и сам станешь счастлив. Знаете, чьи это слова? Елизавета Александры Луизы Алисы Гессендармштадтской, святой преподобно-мученицы Елизаветы Федоровны Романовой. Став по признанию многих русской душой, она сумела привнести в общественную жизнь России начала 20 века свое видение социальной деятельности. Благодаря сильному волевому характеру, деловому подходу, аккуратности, умению четко организовывать свой день и день других, она создала знаменитую Марфа-Мринскую обитель и сестричество милосердия. О современных последовательницах матушки Елизаветы поговорим в рубрике «Служение любви». В 1904 году Великая княгиня Елизавета Федоровна открыла под Новороссийском санаторий для раненых солдат. Он был оборудован по последнему слову медициной тех лет и напоминал современные реабилитационные центры. Сейчас этого санатория нет, но вдохновившись примером святой Елизаветы, в Новороссийске создали сестричество милосердия. При первой городской больнице возвели Елизаветинский храм, куда стали приходить не только пациенты и их родственники, но и те, кто просто хочет помогать другим людям. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok и в детском отделении. Мы выполняем все работы, которые необходимы для того, чтобы людям было там немного легче лежать и претерпевать свои скорби такими. Мы действительно ходим, в первую очередь, конечно, обращаем внимание прислужения на больных, то есть мы гигиенические ходы осуществляем. В первую очередь, конечно, мы особое внимание обращаем на одиноких людей, на людей, которые в более случаи попали в город наш, попали вот в такую сложную ситуацию, и, например, как бы у них еще нет, они приехали родные. На людей без определенного места жительства, это тоже наши пациенты в первую очередь. То есть мы не только им помогаем, обмываем, мы жертвуем и памперсы, и жертвуем, конечно, одежду, потому что люди приезжают в таких ситуациях, получается, что они и грязные, и вызорванные одежды, которые уже невозможно ее употреблять. И, конечно, мы занимаемся и санитарной уборкой, то есть мы выносим и судно, мы моем палаты, то есть мы делаем все, что необходимо, как бы, вот на тот момент. И в детском отделении хирургии, то есть тоже у нас, как бы, идет служение в этом направлении, мы с детками, конечно, там вот занимаемся поделками. То есть вот каждую субботу мы выходим, у нас определенные сестры выходят по очереди, по графику, мы составляем его в конце месяца, на следующий месяц, и вот стабильно, чтобы не подводить никого, нас уже ждут и в травматологии, и в детском отделении. Вот детки нас спрашивают, а придете ли вы завтра? Но мы завтра, к сожалению, не приходим, то есть мы приходим только один раз в субботу. И вот у нас разные поделки. Конечно, у нас поделки меняются в зависимости от праздников, мы готовимся к праздникам, к Рождеству, к Пасхе, у нас свои поделки, мы целый месяц делаем венки рождественские, рассказываем об этом празднике. Конечно, всегда рассказываем о Елизавете Федоровне. То есть у нас вот есть одна сестра, она замечательно рассказывает, меня просто поразило, как она придумала завлекать детей. То есть она начинает рассказ о Елизавете Федоровне со следующим образом. А сейчас я вам расскажу про настоящую принцессу. И все, и внимание сразу же у детей завоевано. Ну, конечно, мы пытаемся, стараемся. Там очень разные люди. Мы, конечно, не проповедуем, нам такое благословение не дано. Но мы проповедуем своим трудом, своим служением здесь. Требная сестра выполняет обязанности, ну, такого рода, больше, как бы, проповедь людям, которые лежат в больнице, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Девочки, наши сестры, милосердие, труженицы, они помогают физически больше. Уход, вот уже рассказывали, да, какой они осуществляют уход. Я больше иду и словом помогаю людям. Это поддержка, это поддержка словом. Это не все-таки слово Христово. То есть люди некоторые у нас, когда в будних днях не успевают дойти до храма, как они говорят, то есть не находят времени на это. И поэтому, когда Господь так вот устрояет, что они попадают в больницу, храм приходит к ним, туда, где они не могут, когда они действительно не могут прийти к храму. И поэтому я прихожу к людям, не только в отделениях, в которых трудятся наши девочки, а во всех отделениях, которые освящены. У нас в больнице освящено порядка 11 отделений. И у нас, в эти отделения я прихожу к людям. Я записываю их, чтобы здесь вот, когда батюшка проводит молебны с акафистами вместе с сестрами, мы молились за этих людей, которые попадают в больницу, которые находятся в этих обстоятельствах. Кроме того, я отвечаю на их вопросы. Я рассказываю про наш храм, про святую преподобную ученцу Рисовету Романову, которая послужила Богу в таком качестве, как настоятельница, основательница, настоятельница Марфа-Мариинской обители, Сестричества Милосердия. И отвечаю на вопросы людей, которые о ней, по мере своих возможностей, по мере своих знаний, естественно. Кроме того, люди на больничной койке, очень часто воцерковленные, они желают причаститься к святых христовых тайн. И возможности у них такой нет. А люди попадают надолго в больницу, даже по году режат. У нас такой человек, который лежал больше года. И за это время он пришел к исповеди, первый раз пришел к исповеди, к причастию. Это на самом деле очень серьезно, потому что даже в миру живя люди не всегда, даже проживая длинную жизнь, и бывает не сподобятся, чтобы причаститься. Кроме того, люди на больничной койке иногда приходят к крещению. То есть мы крестим людей, батюшка, отец Роман, настоятель нашего храма и руководитель нашего сестричества, крестят людей в больнице, которые тоже вот именно в таких обстоятельствах их приводят к Господе к совершению таинства крещения. Это очень ответственно, и это очень радостно, потому что такое служение Богу, вот именно приводя людей к храму, приводя людей к таинству, помогая батюшке в этом, ну вот такие вот обязанности, они, конечно, несут радость не только людям, они в первую очередь несут радость нам. Я сестра милосердия, служу в травматологии в нашей первой городской больнице, помогаю больным, ну в основном это лежачие больные, с остальными сестрами. Ухаживаем за лежачими больными, то есть моем, голову моем, меняем памперсы, судно выносим, спинки массируем. Разговариваем с ними, кто спрашивает о Боге, разговариваем, за кого кто-то просит записки подать за здравие. Ну мы за всех, акафист, служим здесь в воскресенье, за всех болящих православных. К Господу я пришла через испытания. Я потеряла супруга полтора года назад. Было очень тяжело. Жить просто не хотелось, сил не было. Сильнейшее было раскаяние. Потому что берешься, что имеем, не ценим, потерявши, плачем. И просить прощения уже было не у кого. Вот я со своей болью пришла к отцу Роману. Батюшка меня благословил идти помогать больным. Слава Богу! Теперь учусь смиряться и учусь любить. По-разному приходят. Кто-то через боль какую-то, через потерю. Кто-то, потому что сердце горит и хочется сделать, воплотить в своей жизни заветы Бога, помочь ближнему. Это самое основное, наверное. У нас совсем недавно с батюшкой было собрание. И мы как раз, у нас был основной вопрос такой, который он нам задавал. А зачем мы сюда пришли? И вот мы пытались вместе с ним ответить на этот вопрос. Конечно, всё-таки самое главное – это желание жить по Его заветам, хоть немножко потрудиться и заслужив Его любовь, чтобы она была хоть немножко оправдана, Его бесконечная любовь к нам. А люди у нас разные. И по возрасту, и по социальному положению. У нас вот недавно совсем пришла к нам матушка. Да, вот у нас очень, нас это порадовало. У нас вот только совсем недавно пришло три человека тоже. Вот понимаете, как бы укрепляются наши ряды. Что нас очень радует. И вполне возможно, что мы и третье отделение откроем. Даст Господь вот такую благость нам. И мы стараемся, во всяком случае, очень. Конечно, решение стать сустрами милосердия героини нашей рубрики приняли под влиянием разных обстоятельств. Ведь у каждого из нас свой путь, свои жизненные ситуации. То радостные, то грустные. И несмотря на то, что наша дорога то широкая и прямая, то узкая и извилистая, свой путь мы все равно выбираем сами. Даже делая шаг в неизвестность. Об этом в рубрике «Дар слова». Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что. Помните такое сказочное задание? А Воснецовского «Витязи на распутье»? А ведь и мы подчас напоминаем былинного богатыря, который в раздумье стоит перед заветным камнем. Мне кажется, что все это созвучно стихотворению «Неведомо куда», которое сейчас прозвучит в нашей программе. Читает автор, заслуженный деятель искусств Узбекистана Андрей Евсеевич Слонин. Это стихотворение о перепутьях, о путях человеческой жизни, причем не только о тропках, но и о странствиях духа. Неведомо куда влекут пути дороги, Неведомо когда свершится, что должно, И счастье или беда нас встретит на пороге, Намикально всегда сомнение нам дано, Неведомо зачем и встречи и разлуки, Неведомо за кем мы в жизни череде, Уж слишком глух и нем наш ум в оковах скуки, Чтоб воспарить над всем к сияющей звезде. Неведомо кому удастся дерзовенность, Неведомо ему дано ли увидать воочию самому величие и тленность, Что заданы всему, как высшая печать. Неведомо где в ней пределы и границы, Неведомо что дней предписан каждый ход, Блеск праздничных огней, Обвал что вдруг свершится, Бег пламенных коней И скорби горький свод. Ждет радость и льбеда В извечной той тревоге, Душа жива всегда с судьбою заодно, Неведомо куда умчат пути дороги, Неведомо когда раскроется окно. Очень надеюсь, что несмотря на загадочность и туманность, Которая есть в этом стихотворении, Чувство тревожной неопределенности вас миновало. Напротив, не зная своего будущего, Мы можем быть уверены в мудрости Божьего промысла. И если нам неведомо куда мы идем, То это совершенно точно знает Господь. Всемогущий, вездесущий, всевидящий И главное, любящий каждого из нас. Это ли не повод послушаться совета апостола Павла И всегда радоваться, непрестанно молиться, За все благодарить. Именно этого я и желаю всем нам. До скорой встречи. Сегодня увидимся еще не раз. Редактор субтитров А.Семкин